В советское время Москва менялась так же быстро, как и в постсоветское, но есть одно различие. В советское время Москва менялась в целом к лучшему, поскольку большая часть проблем, связанных с разрастанием мегаполиса, решалась комплексно. То есть строились целые микрорайоны с уже готовой инфраструктурой, вроде, скажем, детских садов и поликлиник, с более-менее готовой транспортной инфраструктурой. Сейчас же, к сожалению, застройка ведется некомплексно, зачастую район застраивается только жильем, магазины приходится потом организовывать в каких-то мелких ларечках, а в детский сад возить детей вообще чуть ли не на другой конец Москвы, что в свою очередь усложняет и транспортную обстановку. Так что, полагаю, нам надо и в этом отношении возвращаться к советскому опыту комплексных решений, принимаемых единым центром, а не россыпью независимо хозяйствующих субъектов. Но, что касается архитектурного облика Москвы, то он всегда был очень эклектичным, всегда в Москве наслаивались друг на друга самые разные стили и вкусы, и в этом отношении не изменилось ничего.